Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешно. Мы озвучиваем Новый Завет в нашем издании. Это полное толкование на весь Новый Завет с откровением. Блаженов Эфилакты и комментарии. Показать. Вот здесь, в трех томах, толкование Нового Завета. Больше самого Нового Завета в 7,37. Посчитал я букв, сколько, знаков. Вот еще есть полное толкование. Итак, номер 12, 12 ролик. Евангелие Теана 9,3,5. Иисус отвечал, не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы в Нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего Меня. Да коли есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру. Толкование. Блаженов Эфилакта. Скажешь, что света лишен. И какой вред от того, что лишен чувственного света? Напротив, он более облагодетельствован. Ибо вместе со зрением, телесным, он прозрел и очами душевными. Слепота послужила ему на добро, так как через исцеление от нее он познал истинное солнце правды. Итак, слепец этот не обижен, а облагодетельствован. Потом всякий, занимающийся Словом Божиим, должен знать, что частицы для того, чтобы, нередко употребляются в Писании для обозначения не причины, а самого события. Бог дал язычникам знания не для того, чтобы они, согрешая, были безответны, но для того, чтобы они не грешили. А как они грешили, то вследствие сего знание сделало их безответными. Выражением для того, чтобы явились дела Божии, указывается не причина, а следствие. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. Мне должно делать их, пока есть день, пока длится настоящая жизнь, и люди могут веровать в Меня. Потом наступит ночь, когда никто не может делать, то есть веровать, ибо делом называют веру. Итак, в будущем веке никто не может веровать. Настоящая жизнь есть день, потому что мы в течение ее, как днем, можем делать. Хотя апостол Павел и называет ее ночью, частью потому, что здесь неизвестный совершающий добродетель или порог, и частью по сравнению со светом, который озарит праведников. Будущий век есть ночь, потому что там никто не может делать. Хотя апостол Павел и называет его днем, потому что праведный явится во свете, и откроются дела каждого. Итак, в будущем веке нет веры, но все будут повиноваться желающие и нежелающие. Таколи я в мире, я свет миру, ибо учением и явлением чудес просвещаю души. Иоанна 9, 6, 7 Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему, «Пойди, умойся в купальный силуам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Толкование Иоанна 9, 8, 11 Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, иные, похож на него?» Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальный силуам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Толкование Соседи, пораженные необычайностью чуда, не верили. Хотя шествие его на силуам с глазами, помазанным брением, для того и было, чтобы многие увидели его, и потом не отрекались бы незнанием, однако же и теперь не верят. Евангелист небесномерение замечает, что он просил милостыни, но чтобы бы показать незреченное человеколюбие Господа в том, что он снисходил и к бедным, что он с большим попечением вращивал и нищих, а отсюда и мы научились бы не презирать своих меньших братьев. А слепец, не стыдясь прежнего убожества, не боясь народа, открыто говорит, «Это я», проповедует благодетели и говорит, «Человек, называемый Иисус, называет Господа человеком, потому что доселе еще ничего не знал о нем, а что теперь узнал, то и исповедует». Откуда же знает, что это Иисус? Из разговора его с учениками ученики спрашивали Господа о нем. Иоанна 9, 12, 16. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его, так же и фарисеи, «Как он прозрел?» Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога это человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Толкование. Евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злобу их, как они ловят всякий случай против Христа, обвиняет его в нарушении субботы и тем покушается за темничудо. Посему не спрашивает его, «Как ты прозрел?» «Ну как он отверз тебе очи?» Во всем клевеща на Господа, как действовавшего в субботу. Заставляет самого слепого припомнить, что он сделал брение именно в субботу. Достойно замечание смелости слепца, что он безбоязненно ведет речь с фарисеями. Его привели с тем, чтобы он, пораженный страхом, отверг действительность исцеления. А он очень ясно возглашает, «Я вижу». Из фарисеев некоторые, не все, а более дерзкие, говорили, «Не от Бога этот человек», а другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» Видишь ли, под влиянием чудес многие смягчаются. Вот эти люди, фарисеи, начальники, однако же вследствие всего чуда, пристыжаются и несколько защищают. И была между ними распря. Распря это происходило прежде в народе, ибо одни говорили, что он обощает народ, а другие, что он добр, Иоанна 7, 12, 43. А теперь начинается и между начальниками. И вот, многие фарисеи, отделившись от прочих, защищают чудо. Хорошо иногда бывает и разделение, как и Господь говорит, «Я пришел принести на землю меч», Матфея 10, 34, то есть без сомнения разногласия из-за добра и благочестия. Иоанна 9, 17, 19. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Доколе не привозвали родители его, прозревшего, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Толкование. «Напоминает ему и побуждает его, потому что он открыл тебе глаза». «Он, говорят, облагодетельствовал тебя, посему ты должен проповедать о нем». Христос одним перстом совершил помазание брением. Его считают нарушителем субботы. Сами же они всею рукой отвязывают животных для того, чтобы напоить их, и считают себя благочестивыми. Жестокосердые и упорные призывают родителей его с целью поставить их в затруднение и через то принудить их отвергнуть прежнюю слепоту сына. Так как они и не могли заградить благонамеренные уста, то застращивают родителей в надежде уничтожить чудо. И так ставят их на середине и делают допрос с яростью и еще большую злобою. Не говорят «Это ли ваш сын, бывший некогда слепым, но о котором вы говорите? Как бы так говоря, которого вы следовали слепым? И молву об этом распространили всюду. Совершенно вымышленно и ложно. Но, о, злочестивые парисеи! Говорят, ложно. Или то, что он видит теперь, или то, что он был слеп. Но что он зряч, это истина. Следовательно, вы ложно разгласили, что он прежде был слеп. Иоанна 9, 20, 23. Родители его сказали им в ответ. «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах. Самого спросите». Толкование. Фарисей родителям слепого предложили три вопроса. Первый. Сын ли это их? Второй. Слепым ли он родился? И третье. Как он стал зрячим? На первые два вопроса они отвечают утвердительно, что это сын их, и он был слеп, а о способе исцеления не отвечает за незнанием. Так случилось, без сомнения, для того, чтобы истина была признана тверже, чтобы ее засвидетельствовал сам получивший благодеяние, и потому свидетель достовернейший, как и родители ему говорят. Его говорят «Сам в совершенных летах он не дитя или недоросль, чтобы не понимал, как исцелился». Иоанна 9, 24, 29. «И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его «Что сделал он с тобою, как отверст твои очи?» Отвечал им «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Алкование. «Ибо внушение воздать славу Богу, значит, исповедуя, что Иисус ничего для тебя не сделал, и в том, чтобы не приписывать ничего доброго Иисусу, поставляют славу Божию». «Почему же вы не обличали его, когда он вызвал вас на это, говоря, кто из вас облечит меня во грехе?» Иоанна 8, 46. «Слепец говорит, грешник ли он, я не знаю, и теперь этого не испытываю, не утверждаю». ответил им сукоризною «Не хочу я более говорить с вами, потому что много раз я сказывал, и вы не послушали». Потом, что особенно могло уязвить их, прибавляет, «Неужели и вы хотите сделаться его учениками?» Очевидно, сам он желает быть учеником его. «Шутя же и смеясь над ними, говорит это спокойно, а это показывает душу смелую и неустрашимую, и не боящуюся их бешенства. На обиду его они говорят, «Ты ученик его, а мы ученики Моисеевы, и здесь явно лгут. Ибо если бы были учениками Моисеевыми, то были бы и Христовыми, как и сам он говорит им, «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне». Иоанна 5, 46. «Не сказали, мы слышали, но мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, хотя об этом им передали предки. О том, что приняли по слуху, говорят, мы верно знаем, а то, а того, чьи чудеса видели своими глазами и чье учение божественное и небесное, слышали сами, называют обманщиком». Иоанна 7, 12. Иоанна 9, 30. 33. «Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз мне очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Толкование. «Вы, — говорит Иудей, — отвергаете моего исцелителя, потому что будто бы не знаете, откуда он. А я говорю, что он тем более достоин удивления, что не будучи из числа знатных между вами и славных людей, может совершать такие дела, которые совершенно ясно свидетельствуют, что он владеет какой-то высшей силой и не нуждается ни в какой помощи человеческой. Он не только отстраняет грехи от Господа, но и выставляет его великим угодником Божиим и делающим все по его воле, когда говорит, «Если кто чтит Бога и творит волю Его, Бог не слушает грешников». Выражается та мысль, что Бог грешникам не дает силы творить чудеса. Ибо Дух Божий не станет обитать в теле, обложенном грехами. Тех же, которые искренно и от сердца просят себе прощения грехов, Бог выслушивает не как грешников, а как кающихся. Ибо вместе с тем, как они просят себе прощения, они перешли уже из ряда грешников в ряд кающихся. Многие чтут Бога, а воли Божии не исполняют, а должно быть вместе то и другое, и богопочтение, и исполнение воли Божией. Иначе, вера и дела, или, как выразился апостол Павел, вера и добрая совесть. 1 Тимофей 1.5 Короче сказать, созерцание и деятельность, ибо вера истинно жива тогда, когда при ней есть и богоугодные дела, от которых бывает добрая совесть, подобно как от худых дел, порочная совесть. И опять, дела тогда живы, когда при них есть Иоанна 9.3 и вера. А в раздельности друга друга они мертвы, как сказано. Вера без дел мертва. Иакова 2.26. И дела без веры. Иоанна 9.34-38. Сказали Ему в ответ, Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали Его вон. Иисус, услышав, что выгнали Его вон, и нашед Его, сказал Ему, Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, А кто Он? Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал Ему, И видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, Верую Господи! И поклонился Ему. Толкование. Доколе надеялись, что человек это скажет в угоду им, Его призывали и спрашивали, и при том не однажды. Но когда из ответа узнали, что Он мыслит не одинаково с ними, а расположен к истине, унижают Его, как рожденного во грехах. Совершенно неразумно поносят Его слепотою, и думая, что Он, как весьма грешный, и прежде рождения осужден был на рождение слепым, что неосновательно, как сыны лжи, выгоняет Его, исповедника истины, вон из храма. Но это послужило Ему во благо. Из храма Его выгнали, а Господь храма тотчас нашел Его, обесчестили Его за мнение в пользу Христа, а Он удостоился познать Сына Божия. Иисус, сказано, нашел Его, подобно подвигоположнику, который принимает борца, сильно изнемогшего и увенчанного. Прежде Он совершенно не видел Его, не видел и после исцеления Его, потому что иудеи, эти злейшие псы, таскали Его туда и сюда. Теперь Он спрашивает Его для того, чтобы на вопрос Его о том, кто есть Сын Божий, весьма кстати указать на самого себя. Вместе с Сим показывает Ему и то, что Он высоко ценит веру Его, говоря как бы так. Столько народа оскорбило Меня, но Я нисколько не вменяю им этого. Я об одном забочусь, о вере. Господи, кто это Сын Божий? С любовью спрашивает Он. И Иисус отвечает, Он тот, которого ты видел и который говорит с тобою. Не сказал это Я, исцеливший тебя, сказавший тебе, пойди умойся, но говорит сначала прикровенно и неясно. И видел ты Его, и потом яснее, и Он говорит с тобою. Слеп был и вообще всякий человек от рождения, то есть от подчинения рождению, с которым соединено тление, ибо с тех пор, как мы осуждены на смерть и размножение через страстное рождение, а то ли над нашими мысленными глазами распростерлось как бы какое густое облако, и может быть та кожаная одежда, о которой упоминает священное писание, в бытие 3.21. Слеп был в частности народ языческий, и он был слеп от рождения. Например, эйлины от того, что обоготворили рождаемое и тленное, стали слепы, по сказанному, омрачилось несмысленно их сердце. Римлянам 1.21. Должно идти и на село А источник крещения и креститься в посланного, то есть Христа, ибо все мы, которые духовно крестились, во Христа крестились, а кто крестится, тот после сего подвергнется и искушениям. Может быть, за исцелившего его Христа поведут его предцарей и правителей, Лука 21.2. Посему нужно быть твердым и непреклонно стоять в исповедании, не отрекаться из страха, но если понадобится, стать и отлученным. Если люди, враждующие против истины, и выгонят исповедника ее, и удалят от святого и драгоценного для них, то есть от богатства и славы, то найдет его Иисус. И когда врагами будет обесчищен, тогда от Христа будет особенно почтен познанием и основательнейшей верою. Ибо тогда наиболее будет поклоняться Христу как человеку видимому и как истинному Сыну Божию. Почему и святая Мария поистине Богородица? Ибо она родила Сына Божия, ставшего плотью, нераздельного и в двух естествах единого, который есть Христос Господь. Иоанна 9.39.41 И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели мы слепы?» И Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Толкование. «Ибо вот невидящие от рождения видят и душою, и телом, а считающие себя видящими, стали слепы умом». Здесь он говорит о зоркости и слепоте двоякого рода. Фарисеи, как всегда хватавшиеся за чувственное, подумали, что он говорит о слепоте чувственной и сказали, «Неужели и мы слепы?» Они стыдились одной только этой слепоты телесной, а Господь хотел показать им, что лучше быть слепыми по телу, чем неверующими. И сказал, «Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Ибо если бы вы бы по необходимости от природы были слепы, вам могло бы быть дано прощение в неверии, которым вы заражены. Но ныне вы говорите, что вы видите, и однако же быв самовидцами чудо над слепым. Еще остаетесь в неверии, а потому и недостойны прощения. Ибо грех ваш остается неизгладимым, и вы тем более будете наказаны, что не приходите к вере при очевидных чудесах. Вы выдаете сами себя за разумных и опытных в законе, посему вы сами себя осуждаете и имеете на себе грех больше, потому что грешите сознательно». Иоанна 10, 1, 5 Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит не инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Толкование. Сначала он излагает отличительные свойства губителя. Он говорит, «Не входит дверью, то есть писаниями, ибо он не свидетельствуется ни писаниями, ни пророками. Писание поистине сует дверь, ибо мы через них приближаемся к Богу. Они не позволяют входить в волкам, ибо отлучают еретиков, поставляя нас в безопасности и сообщая нам знания обо всем, о чем пожелаем. Итак, вор тот, кто не входит через Писание во двор овчий, чтобы заботиться об овцах. Но восходит Индия, то есть сам себе прокладывает дорогу иную и необычайную, как, например, Февда и Иуда. Они пред предшествием Христовым обманули народ, погубили его и сами погибли. Деяние 5.36-37. Таков будет и скверный антихрист, ибо у них свидетельство не из Писаний, намекает и на книжников, которые не выполняли ни одного слова из заповеди закона, а учили заповедям человеческим и преданиям. Прилично, сказал, восходит. Это идет к вору, который перепрыгивает через ограду и делает все с опасностью. Это признаки разбойника. Вот и признаки пастыря. Пастырь входит через Писание и предверник отворяет ему. Под предверником, разумей, пожалуй и Моисея, ибо ему вверены были слова Божии. Моисей отворил дверь Господу без сомнения тем, что говорил о нем. Сам Господь сказал, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Иоанна 5.46. Или предверник есть Дух Святой, так как Писание, понимаемое при озарении от Духа Святого, указывает нам Христа, то справедливо Дух Святой предверник. Им, как Духом, при мудрости и знании отворяется Писание, через которое Господь входит по печенье о нас и через который Он оказывается пастырем. А овцы слушаются голоса пастыря. Фарисеи часто называли Господа обманщиком и доказывали это своим собственным неверием, говоря, неужели кто-нибудь из начальников уверовал в Него? Иоанна 7.48. Посему Господь показывает, что не Его нужно считать губителем, за то, что они не веруют, а их нужно исключить из числа овец. Я, говорит, вхожу дверью. Очевидно, я поистине пастырь. Вы не последовали за Мною и тем показали о себе, что вы не овцы. Откуда же выводят своих овец? Из среды неверных, как, например, извел из среды иудеев слепца, который и услышал его, и узнал его, и идет придовцами. Хотя у телесных пастухов бывает наоборот, ибо они ходят позади овец. Сим показывает, что он всех приведет к истине. И учеников, как овец, посылает в средину волков. Матфея 10.16. Так подлинно пастырское служение Христа необычайно. За Христом и при жизни, и в особенности после смерти, ходил весь мир. Иоанна 12.19. Намекает и на антихриста, ибо и он немногих обольстит, а после своей погибели не будет иметь последователей. Слова не идут, показывают то, что по смерти обманщиков никто не будет внимать или следовать. Итак, Писание – суть дверь. Через эту дверь Господь выводит овец на пастбище. Какое же пастбище? Будущее наслаждение и успокоение, в которое Господь вводит нас. Если в иных местах он и самого себя называет дверью, всему не нужно дивиться. Ибо, когда он хочет изобразить свое попечение о нас, он называет самого себя пастырем, а когда хочет показать, что он приводит к отцу, тогда называет самого себя дверью. Подобно тому, как он же в разных смыслах есть и овца, и пастырь, еще под дверью, разумеется, слова божественных писаний, а Господь сам есть и называется слово, следовательно, может быть назван и дверью. Комментарий Игнатия Лапкина. Почти для ста процентов православных Писание не является дверью, вводящей в церковь и в царство Божие. Кого не спроси из православных, как они пришли к Богу, они будут рассказывать трогательные истории, переживания, но только не стих Библии, который коснулся их сердца. Абсолютный приговор православным. Они прошли не через Писание. Пришли. Тогда остается вопрос, а куда же не пришли и где сегодня находятся? Церковь приходит через Писание. Как в очах Божьих выглядит все то, что сегодня совершается в храмах. Когда любой пришел-ушел, пришел-ушел. Можешь ходить целый год и даже с 20 лет в храм и не будешь знать толкования ни на одно место Библии. Создана абсолютно новая не Божья религия под именем православия, куда прием идет только за желание приступить церковный порог. О, горе великое и горе бесконечное. Иеремия 2,13 Ибо два зла сделан народ мой. Меня источник воды живой оставили и выстекли в себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 17,13 Ты, Господи, надежда Израилева, вы все оставляющие тебя постаромятся, а ступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой, а все, кто входит в церковь не по Писанию, есть подлые воры и разбойники. Иоанна 10,1 Истинно, истинно говорю вам, Кто не дверью входит во двор общий, но перелазит инуди, тот вор и разбойник. Дверью, то есть Писаниями. Писание поистине суть дверь. Итак, Писание суть дверь. Иоанна 10,6,8 Все.